Я так скажу, дорогие, и раз такое на этой ноте, я расскажу свидетельство. Оно будет немножко другого порядка. Дух Святой попросил меня это сделать обычно. Я не говорю эти свидетельства, потому что это мои персональные битвы, это мои персональные вещи. Но я чувствую, что это кому-то нужно будет. Обычно это будет связано с конференцией в Риге Латвии. И это уникальное свидетельство тем, что Бог нас сейчас вводит в сезон, мы с вами знаем, какое именно сыновство, индивидуального роста личного общения и строительства царства. И здесь уже не отмажешься, ты уже не стадо, как мы говорим. И уникально то, что обычно я встречаюсь с региональными бесами, духами и демонами. Это, как правило, это уже много лет подряд. Я уже готов к этому. Но уникально то, что когда я приехал, был абсолютный покой в духе и тишина. Самое интересное, что в конце пришел огроменный прорыв духовный именно над этим регионом. Я почувствовал это все, кто там были, это почувствовали очень реально. Как будто что-то было снято и слава Бога пришла. Люди впервые отдавали свои жизни Иисусу. Очень много исцелений было. Не было времени брать свидетельств. Просто дух святой двигался очень-очень сильно. Но свидетельство не в этом. Свидетельство вот в чем. И это было в последний день был вообще нереальный прорыв. И я уже, знаете, голоса нет, ничего нет. Я просто лег спать. В три часа ночи мой дух просыпается. Мой дух просыпается. И обычно, когда мой дух просыпается, это обычно что-то очень нехорошее. Те, кто сталкивается со мной, вы знаете, что я очень часто нахожусь вне тела, духом. И это было одно из этих вещей. С самого детства моя мама знает Бог, тренировал меня и учил. Почему? Именно потому, что мне нужно будет сталкиваться с тем, чем я сейчас вам расскажу. Я знаю, что это кому-то нужно будет. Дорогие, знаете ли вы то, что скоро нам придется с вами встретиться с очень серьезными колдунами и ведьмами, которые контролируют регионами. Дорогие, первая встреча церкви обычно с бесами и демонами – это ерунда. Бесы и демоны все подчиняются имени Иисуса. И как только ты поймешь, что ты сын, они теряют абсолютно всю лазь над тобой. Абсолютно всю. Они даже… Поймите, бесы для вас даже не противостояние. Они противостояние для неверующих, они противостояние для тех, кто живут двойной жизнью, которые не служат Богу. Понимаете, да? Не посвящены. Но для сыновей Бога бесы не противостояние. И я уже в периоде нескольких конференций встречался с региональными демонами и бесами. Но это была очень интересная встреча. И то, кого я увидел, меня удивило. Я в три ночи примерно просыпаюсь, просыпается мой дух, мое тело остается лежать на кровати. Кстати, я этим свидетельством коротко поделился с пастором Касперсом. Они в курсе, даже если они смотрят сейчас. Привет, ребята. Я не планировал это свидетельство рассказывать. Я ему сказал даже, я не буду говорить об этом. Я ему рассказал, говорю, хочешь поделиться со своими ребятами, но я не буду публично это говорить. И здесь мне Дух Святой говорит сделать это. Я знаю почему, потому что здесь есть люди, и нас смотрят люди, которым придется встречаться с этим. И, дорогие, поймите меня правильно. Имя Иисуса на ведьмы колдунов не работает. Нет, потому что ты встречаешься с персоной человека и с его волей. Демоны обязаны подчиняться Иисусу. Кто-то понимает, да? Абсолютно. То есть безоговорочно эти духи навсегда побеждены. Но не колдуны. У колдунов и ведьм есть своя воля. Ты можешь это все равно связать колдуна и беса. Подойди сейчас к кому-то на улице и начни во имя Иисуса связывать его. У тебя что-то получится? Нет, не получится. Почему? Потому что имя Иисуса, оно не связывает человека. Нам не дано власть вязать людей. Кто-то со мной? Нам не дано власть. Эти ключи нам не даны. Поэтому поймите, о чем я сейчас говорю. И что должно быть в тебе сильно? Твой дух должен быть настолько сейчас в этом сезоне развит, крепок и утвержден, потому что ты будешь именно духом на дух идти. Кто-то понимает? Другими словами, дух твой, человеческий дух, развитый, сильный и крепкий, будет встречаться с колдунами и ведьмами, с ворожаями. И это было очень коротко, но было очень уникально. Я даже могу рассказать, как люди, даже не посвященные Богу, полностью играющие двойную жизнь, как их связывают демоны и бесы и колдуны и ведьмы ночью какие-то вещи делают с ними. В три часа ночи я просыпаюсь, просыпаюсь от того, что меня начинают обвязывать толстыми цепями. Мои руки начинают обвязываться толстыми цепями и мое тело начинает обкручиваться цепями. Огромными толстыми цепями, как змеи. Я сначала подумал, что это змеи, а потом я присмотрелся, это цепи. И когда меня довольно-таки хорошо обкрутило, я в духе, поймите, мое тело лежит, я на кровати уже сижу и меня обвивают цепи. Уникально то, что как только я понял, цепи обкрутили меня буквально за секунду, за две, очень быстро. Я сделал руками вот так, они распались, как нити. Это даже, это как паутина. Вы когда-нибудь паутину снимали, да? То есть настолько легко, что твои руки даже не почувствовали противостояние. Поняли, да? То есть как паутину. Я раз, и цепи упали. Затем я не было страха, ничего. Я даже удивился. Обычно у меня при таком опыте очень уникальное, мой дух очень, как вам сказать, в уникальной позиции такого не страха, а очень напряжения. И я удивился, что нет ничего. И цепи, я увидел, как они все упали, как паутина, просто распались. И здесь я поворачиваюсь вправо. Передо мной стоит парень. Парень, небесный демон. Передо мной стоит парень. Меня поразил его возраст. Ребята, я увидел человека, которому отдана Рига-Латвия. Кто контролирует Ригу-Латвию? Это был уникальный, молодой, симпатичный парень. Черные волосы, короткая стрижка, полная борода. Очень коротенькая борода, но полная. Очень симпатичный, среднего роста парень. Ему не больше 30 лет. Ребята, я удивлен. Что меня удивило? Дух Святой меня попросил это сделать. Потому что сейчас, дорогие, поднимается другое поколение, которому дьявол тоже передает ключи городов. Кто-то понимает? Это значит, что ходатай, которые должны сейчас сражаться с ведьмами и колдунами, не с демонами и бесами, они должны быть абсолютно в другом ранге духовном. Все, что раньше работало. Вот почему сейчас должна произойти смена стражи и должны подняться абсолютно другие ходатай и воины. Кто-то понимает, о чем я говорю? И самое интересное, у этого парня было такое удивление на лице, что он, другими словами, он не был готов к тому, что он увидит. Он думал, что он сделал свою работу и останется незамеченным. Я, что я сделал? Моментально мой дух подорвался с кровати, и я попытался схватить его. Когда я попытался схватить его, я ничего не мог схватить. И я понял, что это был астрал, духовная проекция. Этот парень был не здесь. Он проектировал свой дух совсем с другого места. То есть его персонально не было. И, естественно, я увидел его удивление, его шок, его поражение. И, другими словами, и он встретился с чем-то абсолютно другим и новым. Кто-то понимает? Это не была молитва, это не были языки. Это был дух человека, который ходит с Богом день и ночь, на дух сатаниста, который ходит с Люцифером день и ночь. Кто-то понимает, о чем я говорю? И я здесь же призвал наказание и призвал к ответственности этого парня. Даже если я увижу фотографию, он четко отложен у меня в лице, я даже знаю, как этот парень выглядит. Я призвал наказание, потому что то, что он сделал, было нелегально. Всегда призывайте, особенно колдунов и ведьм, к ответственности. Бесы и демоны ждут наказания. Ведьмы, колдунов ты можешь призвать к ответственности прямо сейчас. Поэтому это тем, кто работает в этой сфере. В общем, вот такие вот дела. Все понимаете, да? И моя мысль вот в чем. Дорогие, пожалуйста, развивайте ваш дух. Потому что вы даже не представляете, что может происходить сейчас в духовном мире. Если твой дух слаб, ты даже ночью не будешь пробужден. Ты даже не знать не будешь, что с тобой происходит сейчас. То есть битва сейчас, дорогие, перемещается совершенно в другие слоя. Битва сейчас. И меня удивило обычно, когда я встречался с ведьмами и колдунами. Послушайте, я конференции делаю много в разных странах, в разных городах. Это были очень взрослые. Это были очень люди, я так скажу, за 60, за 70. Все понимаете, да? Но я встретился с парнем 25, не больше 30 лет. Очень молодой парень. И я понял, что сейчас сатана. Понял, что сейчас зреет. И он сейчас поднимает свое. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть как только начинается поднятие сыновей Бога, начинается точно такое поднятие сыновей Люцифера. Поверьте, и это будут люди другого ранга. О чем я говорю? Усильте ваше хождение, ваши молитвы и ваше общение, а особенно слияние с Духом Святым в своей тайной комнате. Вы все со мной? Хорошо. Вас дайте слава Богу. Вот это такое было. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.